На улице производственной 13-летняя школьница отлетела от капота внедорожника. Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу, как вдруг на нее наехал водитель Митсубиси Л-200. Момент ДТП в рубрике «Видеорегистратор». На улице производственной гонщик на Митсубиси Л-200 не заметил красный сигнал светофора и на скорости сбил 13-летнюю девочку. Семиклассница отлетела от бампера и получила перелом лодыжки. Позже выяснилось, что ДТП совершил 32-летний Константин Жуйков и подобные маневры он совершает уже не в первый раз. В чистых прудах хулиган на Митсубиси на ровном месте устроил конфликт. Сначала сам нарушил правила, повернул из среднего ряда налево, потом обиделся, что его не пропустили и решил отомстить. Поговорить с Константином о его поведении владельцу регистратора тогда не получилось. Лихачу удалось скрыться от преследования. Сейчас водителю Митсубиси за сбитого пешехода грозит штраф, а также, возможно, придется возмещать моральный вред родителям пострадавшей девочки. Там же на улице Производственной произошла похожая ситуация. Водитель Рено тоже не заметил красный сигнал светофора и едва не сбил девушку на пешеходном переходе. Торопился повернуть налево водитель Шанса на улице Азина. Шофер засуетился, поехал задним ходом и уценил машину с камерой. Гонщика на автобусе второго маршрута зафиксировала камера на улице Карла Маркса. Водитель так торопился на остановку, что едва не сбил на пешеходном переходе мужчину. Тот еле увернулся от удара. По словам автора видео, он уже передал эту запись сотрудникам ГИБДД, а также сообщил номер нарушителя С-017-РО-43-й регион. На улице Комсомольской владельцу регистратора пришлось уходить от столкновения с девочкой-спринтером. Школьница решила перейти дорогу в неположенном месте. Она долго выбирала момент, а потом резко побежала. В субботихе водитель машины с камерой не вошел в крутой поворот. На снежной и ледяной дороге автомобиль занесло. К счастью, не было встречных машин. Михаил Вагин. Место происшествия.